Детский сад нового времени – это комфорт и современные решения. Удобная мебель в рекреациях с иголочкой, оформленные комнаты. Есть пространство для отдыха и развлечений, бассейн с шариками для малышей и просторный спортивный зал. Ребята уже успели побегать на веселых стартах и поделиться впечатлениями с родителями. Их сердце спокойно. Дети в будние дни в надежных руках. Ребенок в восторге, все родители в восторге. Я говорю, здесь отношения расы на высшем уровне. Все сделано тоже на высшем уровне. Все для детей, все красивое, все современное, все безопасное. Это просто, я не знаю, рай какой-то для детей. Самый, мне кажется, идеальный садик. Такие же положительные эмоции еще у родителей 285 детей. Именно на столько мест рассчитан новый детский садик. Здесь принимают даже малышей от одного годика. Необходимые группы, условия созданы. Для ребятишек постарше доступна компьютерная грамотность, робототехника, естественно, научная лаборатория. Все вышеперечисленное на современном языке называется стим-образование. На сегодняшний день 180 детей набрано. Еще будут организованы три логопедические группы для детей с тяжелыми нарушениями речи на три года получения. Со средней группой до подготовительной, до выпуска в школу. Поэтому, думаю, к марту мы все полностью комплектуемся. Первые направления в детский сад вручил глава области Алексей Русских. На праздник он пришел не один, а с помощником Сергеем. Дорогим подарком и сладостям мальчик предпочел провести один день с губернатором. А мечты под Новый год имеют свойство сбываться. Много здесь желающих было, много детишек, родителей, которые хотели, чтобы пошли в Новый детский сад. Было принято решение увеличить количество мест, ну и потребовалось многое время для перепроектирования и, естественно, для выделения большего финансирования. Но, тем не менее, стройку мы дотолкали. До Нового года я считаю, что это очень здорово. Успели подготовить и площадку для прогулок. Новые качели, карусели и песочницы будут ждать весны для приема воспитанников. Сам же детский сад в полную силу заработает в январе 2023 года.